Итак, мы сегодня поговорим с вами о приготовлении еды. Потрава, какая-то еда. Как мы можем готовить еду? Потрава может быть готована, то есть еда у нас может быть вареная, готована, варёная, вензона, копчёная, печёная, запечёная, душёная, тушёная, смажёная, жареная. Смажить, жарить, готовать, варить. И прочтём с вами диалог и переведём, конечно же. Честь девчины, цорубича, цось доброго. Привет, девочки, что вы делаете? Что-то хорошее? Я готовлю зупы еженову. И видим здесь в диалоге у нас, в скобочках есть фразы, которые нам нужно раскрыть скобки и поставить в нужный падеж. Я готовлю что? Суп овощной. Здесь мы используем берник. Зупы я женову, а Анжела роби соус до спагетти. Я варю суп овощной, а Анжела делает соус к спагетти. Мням, тотен соус так пенкне пахне. Мням-ням, но этот соус так вкусно пахнет. Так, цебуля за щвежим базильём, орегано с чоснкем и иными шиправами. Здесь мы ставим ноженник. С чем? Кем? Чем? С кем? С чем? Ноженник. Творительный падеж. Да, лук со свежим базиликом, орегано с чесноком и другими приправами. Увельбям душёном цебуле. Я обожаю тушёный лук. Душёном? Цо то значит? Тушёный? Что это значит? Но веш, найперв цебуля ест смажёна з оливом. С чим? То есть, опять же, ноженник. Творительный падеж. З оливом. На потельне. А потом мушиш додать воды и ешче смажить. Ваш соус то душёна цебуля. Ну, знаешь, вначале лук жарится с оливковым маслом на сковородке. А потом тебе нужно добавить воду и ещё пожарить. Ну, как бы в воде уже значит потушить. Ваш соус это тушёный лук. Ага, скомпликованный. Ну, сложно, трудно. Мама завши муви, же душёный менсо ест здоровше, ниш смажёный. Мама всегда говорит, что тушёное мясо всегда здоровее, чем жареное. Здоровше то барджи и здоровое. Здоровее то более здоровое. Так-так. Естето, мама теж муви, же готованный курчак ест здоровше, ниш печёный. Да-да. И, к сожалению, мама также говорит, что вареная курица более здоровая, чем запечёная. А я любя готованные рыбы. И здесь у нас наш именительный падеж, который мы в прошлый раз разбирали во множественном числе. Привагательное всегда имеет окончание «э» в именительном падеже, независимо от рода. И в мужском и женском роде после твёрдых существительное ставим окончание «ы». А я люблю вареную рыбу во множественном числе. И зупы рыбном, и суп рыбный. Здесь у нас уже бермик любит «со» в единственном числе, рыбный суп. Я воле вензоне альбо печёной рыбы. Опять же, множественное число у нас идёт. А я предпочитаю копчёную или запечёную рыбу во множественном числе. Я теж, я также. Ответим на вопросы. Каролина воле готуванего курчака, ниш печунего. Нет, то неправда. То есть мы здесь отвечаем, правда или неправда. Какие-то у нас есть предложения на основе диалога, который мы только что прочитали и перевели. Анджела любит вензоне рыбы. Так, Анджела любит вензоне рыбы. То правда. Каролина бардзо любит душёном цебуле. Так, то правда. Менцо смажёное ест здоровше, ниш готова. Нет, то фальш, то неправда. Мами любит готова на рыбы. Так, то правда. Дзевчины сом в школе. Нет, дзевчины не сом в школе, дзевчины сом в дому. Мами роби сос до спагетти. Нет, мама не роби сосу. Идём дальше. И у нас тема супермаркет. Какие отделы могут быть в супермаркете? Мы узнаем чуть-чуть позже. Вначале сделаем упражнение номер один. Кто цо мавку шику? У кого что и лежит в корзинке. Перед нами фотографии и тексты, диалоги. Давайте прочтём и посмотрим. Здесь уже подписано, у кого что в корзинке. Пшепрашам, паня, гдзе сом яйка? Прошу прощения, а где яйца? Яйка сом там, гдзе ест набел. Яйца там, гдзе молочные продукты. Набел, молочные продукты. Дзенкуе бардзо о макарон. Спасибо большое, макароны. Макарон – это продукты збожовые, так как каша и рыжь. Макароны – это продукты зерновые, так же, как какие-то крупы, каша и рис. Бардо дзенкуе, большое спасибо. И мы видим, что Анджела у нас искала яйца, макароны. Второй диалог прочтём, переведём. О, ёстеш маме, маш ёж всыстко. О, вот ты где маме, у тебя уже всё? Мам тылько булки и масло, муша ёшче купить рыбы. У меня только булки и масло, мне нужно купить ещё рыбу. Гдзе ест печиво? Хце ёшче тёмный хлеб. Гдзе выпечка? Я хочу ещё тёмный хлеб. Там просто и направо. Там прямо и направо. Дзенкуе, иде там за момент, але террас купуе цитрыны. Спасибо. Иду туда через мгновение, но сейчас я покупаю лимон. Цитрыны? Я тэш. Лимоны? Я тоже. Вот у нас корзиночка маме, что она купила. Хавьер. Смотрим, вот корзинка Хавьера, читаем, переводим диалог. Пшем прашем пана, гдзе сон чипсы? Там, гдзе свудычи. Но але чипсы сон своны? Прошу прощения, пана, а где чипсы? Там, гдзе свадысти. Но ведь чипсы солёные. И тем не менее, чипсы продаются в отделе со сладостями. И последний у нас остался Том. Вот его корзинка. Том, чывеш же в Польсце? Чипсы сон там, гдзе свудычи. Том, ты знаешь, что в Польше чипсы продаются там, гдзе свадысти. Это нелогично. Вем, вем, сонэ, палушки, тэш там сон. Я знаю, знаю, потому что солёные палочки тоже там находятся. Слонэ палушки. Цо то есть? Солёные палочки, что это? Тут я мам слонэ палушки. Топольска специальна. С часовым идеальна до пива. Вот они нарисованы, солёные палочки. Здесь, вот у меня, он показывает солёные палочки. Это польская такая особенность, и которая идеальна к пиву. Пиво тэш южмаш. Я мам червоне вино. Так, пиво у тебя тоже есть, а у меня червкрасное вино. Маш тэш сэр и шинка. У тебя также есть сыр и шинка, ветчина. А ты фритки и цо то ест? А у тебя картошка фри, и что это? То сон кишонэ огурки. Это кислые огурцы, солёные огурцы. Тэш польская специальность, сон кващеная и солонэ. Это тоже польская такая особенность, они кислые и солёные. И Хавьер такой, что? Не понимает. И переходим к отделам, которые есть в супермаркете. Какие у нас отделы могут быть, и что в этих отделах продаётся? Первый отдел у нас называется набял, то есть молочные продукты. Там мы можем найти млеко, сыр жёлтый, сыр бялый, йогурт, шметана, яйка, масло. То есть молоко там может быть, сыр жёлтый, сыр белый, сметана, йогурт, яйца, масло. Петшиво. Это может быть в этом отделе. Хлеб, булки, частка, дрожжувка, какая-то дрожжевая выпечка, менсо и вендлины, мясо и копчёности, шинка, курчак, кеобаса, напои, то есть напитки, сок, вода минеральна, кока-кола и так далее. Овоца и вожива, фрукты и овощи, ябка, огурки, помидоры, жемняки, цитрыны, бананы. То есть могут быть в этом отделе, соответственно, овощи и фрукты. Фрукты и овощи. Мрожонки – это замороженная какая-то продукция. Что это замороженное? Мрожёные трускавки, замороженная клубника, мрожёные пироги, замороженные вареники, фритки, картошка фри. Судычи – в отделе сладостей мы можем увидеть чоколада, чипсы, чоколад, чипсы, а также платки, кукуруджаны, частка, цукерки, дрожжувка, слоны-палушки, то есть какие-то хлопья, кукурузные, например, печенька, пироженки, конфетки, дрожжевую выпечку сладкую. Также здесь могут быть чипсы и солёные палочки. Рыбы. Вообще название рыб в польском языке очень ни на что не похожее. Какие могут быть рыбы в рыбном отделе? Например, макрела, скумбрия, шледжи, селёдка, осощ, дорж, треска, венгош, угорь, пстронг, форель. И продукты с божёвы, зерновые продукты, макарон, рыж, каша, ягодж. То есть макароны, рис, какая-то каша. Последняя часть на сегодня повторения, повторения. Помните, мы с вами называли продукт, а потом говорили какой, какая, какое. Давайте ещё немножко потренируемся. Например, здесь у нас есть овощи, можем сказать не только словом боживы, а также яжины можем сказать. И тогда у нас суп будет овощной, зупа яжинова, помидор, зупа яка помидорова, фасолька, зупа, давайте прочтём, фасолова, грибы, грибочки, зупа грибова, печарки, шампиньоны, и зупа яка печаркова, калафер, зупа калаферова, из цветной капусты, брокковы, зупа броккова, из брокколи, и также фрукты, мы можем, например, сок мужского рода переделать, ябко, сок ябковый, бжосквиня, персик, сок бжосквинёвый, персиковый сок, цитрына, сок цитрыновый, лимонный. Домашнее задание. Почитайте, пожалуйста, все названия. Также вспоминайте, запоминайте, какие могут быть отделы в супермаркете, в магазины, и что в этих отделах можно найти. Например, в молочном отделе можно найти яйца, в сладостях можно найти чипсы и солёные палочки. Почитайте, пожалуйста, вслух ещё раз диалоги, если есть незнакомые слова, выписывайте, запоминайте.